Здравствуйте, уважаемые зрители! Вас приветствует программа «Время говорить». Мы к вам с обзором рязанских событий. Сегодняшний день выдался насыщенным. Были у нас и праздники, и рейды, и суды, и встречи со знаменитостями. Итак, поговорим о четверге. Кратко о сегодняшних темах. Посеяли одни, а пожали другие. Рязанские полицейские уничтожили плантации нехороших растений. Не дрова везешь. Дорожные инспекторы провели в столице области рейд по маршрутным автобусам. Как игрушка жители Песочни не налюбуются на новый парк, разбитый рядом с центром Октябрь. А начнем сегодня с нашего всего, коим наравне с Есениным в Рязани является великий ученый, академик и нобелевский лауреат Иван Петрович Павлов. Каждый год в сентябре у нас проходят Павловские дни, встречи с деятелями науки, симпозиумы, семинары. Сегодня в музее-усадьбе академика начала работать традиционная международная конференция, на которую из года в год съезжаются российские и зарубежные светила физиологии. Так повелось, что традиционная Павловская неделя всегда начинается с яркого и значимого события. В этом году таким событием стал Международный фестиваль науки и практики Иван Петрович Павлов в контексте мировой науки. Публичные лекции, мастер-классы, дискуссионные площадки в фестивале будут проходить с участием ведущих ученых Москвы, Казани, Санкт-Петербурга и даже Мюнстера, которые развивают в своих работах идеи нашего знаменитого земляка о соединении физиологического с психологическим. Вы знаете, что научное наследие и духовное наследие – это как гуманистический ориентир для молодых ученых. Ведь Павлов оставил молодым ученым письмо к молодежи, которое является вообще документом для всех мыслящих людей. И поэтому действительно учение Павлова, мы еще раз подчеркиваем этим событием, что учение Павлова носит неисторически актуальный характер. Этот фестиваль стал первым в ряду множества мероприятий, посвященных академику Павлову. Вскоре откроется фестиваль искусств «Павловская осень». На павловские беседы соберется интеллектуальная элита страны. Ну а рязанцы смогут поучаствовать в празднике улицы Павлова. Совсем скоро эта улица преобразится, и здесь пройдут ежегодные торжества, которые уже стали доброй традицией. Ну а в целом Павловская неделя напомнит горожанам, что именно здесь родился великий ученый, первый Нобелевский лауреат, который в 1904 году прославил Рязань на весь мир. Так уж получается, что одни люди изучают науку, физиологию, достигают успехов на этом благородном поприще, а других эта самая физиология беспокоит совсем в другом смысле. Некий гражданин Узбекистана, не сыскав, видимо, своего трудового счастья в Рязани, получил немалый срок за то, что утешал эту самую свою физиологию, неоднократно совершая насильственные действия по отношению к 9-летней девочке. Пресекла это мерзкое дело мама девчушки, однажды заставшая восточного солстолюбца заотнюдь ненаучными экспериментами. Мужчина до конца не признавал свою вину, однако следствию удалось доказать, что в 2013 году он, проживая в доме своего знакомого, используя беспомощное состояние 9-летней дочери хозяйки дома, неоднократно совершал в отношении девочки насильственные действия сексуального характера. Приговор насильнику прозвучал, однако еще не вступил в законную силу и может быть обжалован. Рязанский областной суд признал гражданина виновным и по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний приговорил его к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказаний в исправительной колонии строгого режима. Рязанские полицейские в очередной раз отличились на Ниве борьбы с криминальными проявлениями в сельском хозяйстве. Правоохранители отыскали плантации конопли в Спасском районе и непосредственно в столице области. Зловредные посевы уничтожены. Сотрудники полиции получили информацию о том, что житель села Гавриловское Спасского района занимается культивацией конопли. По оперативным сведениям подозреваемый разбил наркофазенту в собственном дворе. Но неожиданный визит служителей закона не стал сюрпризом. Мужчина, видимо почувствовав неладное, попытался скрыть следы преступления. За что в полицию потом? Ну, мы нашли наркотические средства. Какие? Марихуаны. Откуда она взялась-то? Ну, посадил на огурорку. Ну, а что, блин, посадил, блин. Поймали, что отрицать. Еще одним надежным источником взращивания и хранения конопли является сама матушка природа. Дикорастущие наркокусты тщательно удаляются из почвы и сжигаются. Полицейские регулярно уничтожают такие нерукотворные делянки. Эти вещи без внимания оставлять нельзя. Любители прикарманить такое добро всегда найдутся. Теперь перейдем к более светлым, даже высоким темам. Совсем недавно рязанцы увлеченно следили за челябинскими поединками на татами. В этом городе проходил чемпионат мира по дзюдо. А где турниры высшего уровня по этому виду единоборства, там непременно теперь и рязанские атлеты. Наш заслуженный мастер спорта, олимпийц Иван Нифонтов, в драматичной борьбе едва не стал серебряным призером турнира. Но в спорте оценки едва и почти не бывает. Сначала не повезло Ивану в четвертьфинале, а потом он уступил французскому мастеру и взял бронзу чемпионата. А еще один наш земляк Михаил Пуляев завоевал таки медаль из благородного серебра, заняв в Челябинске вторую ступень мирового пьедестала. Сегодня спортсмены встречались с рязанским мэром Виталием Артемовым. Виталий Артемов встретился с рязанскими дзюдоистами в неформальной обстановке. В кабинете главы города спортсмены и их тренеры за чашкой чая поделились своими впечатлениями о недавно прошедшем в Челябинске чемпионате мира. Ну а мэр города в свою очередь поздравил ребят с заслуженными наградами. Поэтому спасибо вам. Спасибо за ваши результаты, за ваши победы. Не зря, наверное, Рязань называет столицу Водовая. Здесь очень сильно развиты силовые виды спорта. Наша задача вас поддерживать, поддерживать тренер, создавать условия. Продолжает программа репортаж, снятый в Доме детского творчества Приокский. Надо сказать, что рязанские многоэтажные окраины сейчас активно развиваются. Это значит, что здесь нужны не только дома, дороги и сопутствующая инфраструктура, но и места, где местная ребятня могла бы заниматься искусствами, открывая в себе творческие таланты. Одного дома творчества стало явно не хватать. Ежедневно творческие кружки Центра детского творчества Приокский посещают сотни ребят. Причем занимаются в творческих объединениях дети не только из одноименного микрорайона, но и из других спальных кварталов Московского района. Центр работает уже более 40 лет. Менялись названия, педагоги, но неизменным оставалась цель – привить маленьким ребятам желание творчески развиваться. Сейчас, по словам директора Светланы Орловой, дети могут посещать более 50 различных кружков. Востребованы вообще все объединения, потому что дети хотят заниматься, проявлять свой талант и посещают не одно объединение. Это хореографическая студия «Прекрасные мгновения», ансамбль эстрадного танца «Эксэс», ансамбль народного танца «Лель» и «За студии». Ребята активно участвуют в творческих фестивалях, причем нередко привозят оттуда высшие награды, как, например, театр мод «Жар птица». То, что мы исполняем своими руками, мы показываем на разных конкурсах, на разных городах. Это Питер, Москва, Сочи вот ездили в том году. Но в основном мы занимаем в этих городах первые места. У нас такой хороший театр моды, мы успешны в этом, мы любим свое дело, наверное, поэтому у нас успех. Еще для ребят работает театр студии «Овация», где с детьми даже еще раннего школьного возраста проводят сценические упражнения актерское мастерство. Ну а тем, кто постарше, помогают подготовиться к поступлению в актерский вуз. Центр детского творчества «Прекраски» славится и своими вокальными объединениями. Здесь ребята учатся как классическому, так и фольклорному пению. Также известны и популярны среди родителей хореографические студии. В общем, здесь созданы все необходимые условия для занятий музыкой, рисованием, вокалом, народным творчеством и даже спортом. Родители детей говорят, что такие учреждения дополнительного образования необходимы именно по месту жительства, то есть в так называемой шаговой доступности. Во-первых, мы живем здесь рядом, очень удобно, это однозначно. Во-вторых, потому что очень много направлений по разным видам деятельности. У меня ребенок посещает и как театральную студию, то есть художественное направление, так и эстетическое, занимается английским языком. Всего посещает Центр детского творчества «Прекраски» более трех с половиной тысяч ребятишек. Занятия в центре бесплатные, а потому и такие популярные. Все хотят родителей, чтобы ребенок вырос всесторонне развитым, раскрылись у него таланты, он проявил свои способности. Поэтому, конечно же, не хватает помещения, спрос большой. И большой идет именно дети, я уже говорила, приходят именно с дошкольников и остаются здесь, проходят все ступени, выпускаются от нас уже взрослыми. Поэтому вот в спальных районах хочется, чтобы учреждения были в шаговой доступности для посещения детей, чтобы родители смогли отправлять детей одних в это учреждение. И безбоязненно знать, где находится их ребенок. 12 октября в актовом зале 52-й школы-лицея будет обсуждаться проект строительства нового детского центра между микрорайонами «Прекраски» и «Конищево». Его готова построить для города Северная компания. Планируется, что так же, как и Центр детского творчества «Прекраски», он сможет принять 3,5 тысячи ребят. Быть или не быть детскому учреждению, определить это предлагается самим рязанцам. Потому от их активности на предстоящих слушаниях будет зависеть многое. Продолжаем программу. Жители Дашкова-Песочни с нетерпением ждут открытия нового парка, который обещает стать настоящим украшением района. На улице Советской Армии, недалеко от кинотеатра «Октябрь», практически завершились работы по благоустройству нового парка. Детская площадка, спортивные снаряды для многочисленных поклонников здорового образа жизни. Красивейшие тротуарные дорожки. Имеется даже скейт-роллер-дром. Так что парк получился современным, а не просто площадкой с деревцами и парой лавочек. Кстати, о лавочках. Эти необходимые атрибуты, равно как и урны, скромно, но достойно вписались в парковый пейзаж. Ну а на десерт – три прекрасных, почти сказочных пруда. В следующем году вся эта прелесть будет оправлена изумрудного цвета газонной травой. Так что позавидуешь песочинцам. Понятно, что они сами отзывы о парке оставляют с улыбками на лицах. Видели новый скверк на Советской Армии? Видели. Замечательный, очень. Наблюдаем каждый день из своего окна. Очень приятно. Классно, вообще очень красиво. Особенно вот как парк сделан, да, вот озеро там еще очень красиво. Мы все прямо каждый раз едем домой, восхищаемся. Ну мне там нравятся горки всякие. Можно также с детишками посидеть на лавочках. Ну то, что для детей есть уголок, где пенсионерам платить, ну в принципе очень хорошо. Если бы, конечно, все это поддерживалось так, как есть на данный момент, то было бы замечательно. Но это все зависит уже от людей. Работы велись все лето. Средства на строительство были выделены руководством строящегося рядом гипермаркета. В качестве добровольного пожертвования в муниципальный бюджет. Что же тут скажешь? Хороший пример сотрудничества бизнеса и города. Рязанцам такой подход по душе. На днях рязанский губернатор сказал свое веское слово об отношении людей простых и начальственных. Что и говорить порой на нас, обычных граждан, в руководящих кабинетах ответственные товарищи, чаще всего невысокого ранга, это того почему-то страдающие своего рода манией величия, так накричат, что только держись. Хамство тех, кто собственно и существует на наши налоги, сильно удручает. Так быть не должно, заявил глава региона. Я так по своей инициативе провел проверку, как работают чиновники региональные и федеральные в том числе. В частности мы посмотрели там по ГИБДД тоже самое. Есть проблемы, Николай Николаевич. И муниципальные чиновники. Я, честно говоря, ожидал лучшего. В связи с этим подготовлено распоряжение о создании рабочей группы, которая будет заниматься работой по улучшению работы с обращениями граждан. Сегодня я такое распоряжение подпишу. Рязанские дорожные полицейские не дремлют. Инспекторы провели очередной рейд по пассажирским автобусам. Особое внимание уделялось юрким маршруткам, которыми управляют то иностранцы, то приезжие из других регионов, то лихачи. Полицейские на осмотрах выворачивают эти маршрутки практически наизнанку. Да и то, как говорится, не дрова везешь. У водителя должен быть в идеальном порядке и салон автобуса, и документация, и техсостояние машины. Да и сам он обязан производить хорошее впечатление и дышать здоровьем, а не вчерашним праздником жизни и бурной встречей с приятелями. Статистика ДТП с участием пассажирского транспорта, к сожалению, неутешительна. За последние 8 месяцев на территории нашей области произошло более 80 подобных аварий. Зачастую виноватыми в них оказываются сами водители маршрутных такси и автобусов. С целью сокращения плачевной статистики на территории Рязанской области в период с 15 по 30 сентября проводится всероссийское целевое профилактическое мероприятие «Безопасный маршрут». В его ходе сотрудники госавтоинспекции будут осуществлять проверку автопредприятий, которые занимаются пассажирскими перевозками, контроль за безопасностью дорожного движения, а также рейдовые мероприятия. В ходе рейда выявлено уже несколько нарушений со стороны водителя автобусов. Если за данный вид нарушения также должны нести ответственность должностные лица в ходе проверки будет установлено, они также будут привлечены к административной ответственности. Если усматривается вина юридического лица, также будет привлечено к административной ответственности и юридическое лицо. Проверка документации, соответствие ей конструкции транспортного средства, а также его техническая исправность – все это залог безопасности пассажиров. Иногда выявленные нарушения могут показаться незначительными, но в итоге именно они могут стать причиной серьезной аварии. Вот и все на сегодня. Однако много интересного у нас впереди. В этом выпуске мы давали материал о торжественной встрече в муниципалитете с нашими знаменитыми дзюдоистами Иваном Нифонтовым и Михаилом Пуляевым. А теперь предлагаем вашему вниманию запись встречи с Иваном Нифонтовым, которая состоялась уже в нашей студии. Итак, смотрим программу подробностей и готовимся к наступающему уикенду. Всем удачи, до пятницы. Субтитры создавал DimaTorzok